всем привет вы на канале вяжем дома и посмотрите какой классный многоцветный узор я для вас подготовила вяжется узор несложно а выглядит мне кажется просто супер посмотрите какой он рельефный получается он такой объемный на вид это его лицевая сторона а вот это вот его изнанка вяжется уже сказала что несложно у меня здесь я использовала три цвета образец связан из ниточек это стопроцентная мериносовая шерсть здесь bbb и lanagatta 50 граммов 90 метров я вам покажу как он вяжется прямо на этом образце не буду заново набирать петли давайте представим что вот эти вот петельки у меня это вот ну к примеру петли резинки а то многие пишут что им непонятно когда на том же образце представим что вот этого ничего нет это петли резинки и все и как бы вы связали резиночку и начинаете вязать этот узор а кстати раппорт узора 10 петелек для вязания поворотными рядами нужно набрать количество петель и кратные 10 плюс 4 петельки для симметрии плюс 2 кромочные петли у меня здесь три раппорта и получилось что здесь у меня 36 петель и итак давайте приступим к вязанию первого ряда вот у нас это резинка предположим и как мы вяжем первую кромочную петельку снимаем затем снимаем 4 не провязывая 1 2 3 4 затем вяжем розовым цветом вяжем 6 лицевых петель и 1 2 3 4 5 6 дальше 4 петельки белых снимаем не провязывая 1 2 3 4 опять 6 лицевых розовым один 2 3 4 5 6 4 снимаем 1 2 3 4 опять 6 розовым 1 2 3 4 5 6 тут 4 снимаем но их можно не снимать так как вязание сейчас мы переворачиваем развернули и опять вяжем 6 розовых лицевыми петельками включая первую провязываем 1 2 3 4 5 6 провязали петельки белые которые 4 также переснимаем не провязывая нить перед работой оставляем 1 2 3 4 сняли опять вяжем 6 розовых 1 2 3 4 5 6 белые при переснимаем 4 не провязывая розовые 6 вяжем 4 5 6 белые переснимаем не провязывая все разворачиваемся затем вяжем белым цветом сейчас у нас вот так вот получилось здесь как видите все легко вяжем белым цветом следующим образом кромочную снимаем у нас идет 4 белых провязываем сейчас лицевыми 2 1 2 затем нам нужно вот эти вот две петельки перекрестить с одной розовой чтобы белые были с наклоном влево для этого можно их оставить на дополнительной спице смотрите 2 белых сняли и оставили перед работой следующую вяжем одной лицевой петлей розовую но провязываем белым ее 1 лицевая затем 2 белых переснимаем с дополнительной спицы на основную и провязываем это двумя лицевыми все дальше вяжем 4 лицевых 1 2 3 4 провязали теперь опять вот эту розовую и следующую 2 белых мы перекрещиваем чтобы белые смотрели с наклоном вправо 1 розовую оставляем на дополнительной спице за работой оставили провязываем 2 белых затем одну розовую с дополнительной спицы вот так вот у нас получается повторяем опять 2 белых перекрещиваем с одной розовой эти белые чтобы смотрели влево можно без дополнительной спицы смотрите можно как вот этой правой спицы подхватываем розовую петельку все снимаем со спицы одеваем белые на левую спицу и затем розовую все и провязываем все три петли лицевыми так намного быстрее и проще все у нас тоже самое затем 4 лицевых вяжем и опять нам нужно перекрестить белые с наклоном вправо эту оставляем за работой значит правой спицы подхватываем две белые все это спускаем с левой спицы сначала розовую одеваем зато тем две белые все мы опять перекрестили и провязываем три петли эти лицевыми если вам это непонятно используйте дополнительную спицу как я вам показала опять перекрещиваем эти две петли розовую белые чтобы влево шли значит поменяли местами их сначала розовую провязали затем 2 белые 4 лицевых 1 2 3 4 и этими местами меняем поменяли местами и провязываем 3 лицевые еще 2 лицевые и 1 изнаночная все вот что у нас получилось в итоге разворачиваем вязание и следующий ряд получается 4 мы вяжем полностью его изнаночными петельками все до конца вяжем изнаночными получается вяжем 5 ряд сейчас мы будем вязать голубым цветом берем голубой и здесь сразу же я провязываю кромочную петлю голубым 6 лицевых вяжем 1 2 3 4 5 6 то есть вместе с кромочной 6 петель получала получается следующие 4 петли я переснимаю не провязываю 1 2 3 4 сняла дальше опять голубым 6 петель 1 2 3 4 5 6 следующие 4 опять не провязываем просто переснимаем мы делаем все то же самое просто она у нас получается в шахматном порядке расположены 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 4 петельки переснимаем и в конце опять 6 лицевых 4 5 6 разворачиваем работу первую кромочную я сниму и остается 1 2 3 4 5 лицевых остается но вместе с кромочной 6 белые опять переснимаем не провязываю нить перед работой чтобы на лицевой стороне у нас никаких протяжек не было опять 6 лицевых вяжем голубым цветом белые я переснимаю не провязывая опять 6 голубых белые переснимаю и опять 6 голубых повязала вот так у нас смотрится теперь опять мы будем их менять местами как меняли до этого вот эти вот белые с голубыми то есть вот эти две белые пойдут вправо мы сейчас вот эту одну голубую эти две белых поменяем значит сейчас провязываем кромочную и 4 лицевых белым цветом вяжем кстати одну кромочную давайте тоже провяжем цвет тут меняется и значит еще вяжем 4 лицевые 1 2 3 4 одну голубую оставили меняем с этими белыми белые чтобы уходили с наклоном вправо подхватила за переднюю стеночку меняла петельки местами и провязала их лицевыми все дальше вот эти две меняем с голубой эти идут с наклоном влево меняем их местами и провязываем лицевыми вот что у нас сейчас получается провязываем 4 лицевых 1 2 3 4 голубую белую белые меняем местами белые чтобы право смотрели поменяли местами провязали эти петельки лицевыми затем вот эти две белые с голубой меняем местами поменяли 3 лицевые провязали затем 4 лицевых 1 2 3 4 4 белые с голубой меняем поменяли знакомых право и тоже с голубой меняем с наклоном влево поменяли и в конце остается 4 лицевых и кромочная петелька вот так у нас получилось разворачиваем вязание и вяжем этот ряд этот 8 у нас получается ряд полностью изнаночными петельками все до конца все довязала этот рядочек вот эти четыре ряда дальше повторяем то же самое кстати вот у меня здесь использовалось три цвета белый основной едва вот этих дополнительных вот этих вид дополнительных дополнительных цветов может быть сколько угодно хоть каждый там ряд делайте разным цветом получится тоже наверное интересно в общем узорчик вот такой получился красивый он мне реально очень понравился смотрите как он смотрится вот его вот если вот эти кончики потом все убрать смотрите как хорошо здесь все аккуратно получилось за счет многоцветного вязания то что снятых петель он получается очень плотный отлично подойдет деткам для вязания весенних кардиганчиков он получится такой теплый непродуваемый на этом у меня все надеюсь узорчик вам понравился пишите комментарии ставьте лайки всем пока